в США на вторичном рынке, готовое жилье, и также 18.30 традиционные по среду данные по запасам сырой нефти. Начинаем обзор с пары евро-доллар и как раз начнем с новостей. Сегодня у нас был в продаже жилья на вторичном рынке. На графике динамика продаж представлена линия красного цвета. И вчера у нас был отчет по строительству новых домов или числу закладок новых фундаментов. Это уже на графике линия синего цвета. В принципе, оба показателя коррелируют. И вчерашний показатель строительства новых домов не только вышел на максимальный уровень в текущем году, продемонстрировав очень сильный рост. Вчера были данные за ноябрь, и если сравнивать с ноябрем 2016 года, то есть год с годом, то получается, что рост составил более 12%, 12,8%. Это очень хороший такой показатель. И вчера, значит, еще был максимальный уровень за последние 10 лет по строительству новых домов в США. То есть это очень тоже такой сильный сигнал, потому что, чтобы дом построить, надо много денег. Неважно, где мы живем, в Америке, в Европе, где-нибудь там, в Германии или Франции или в России в том числе. То есть везде жилье стоит дорого. И вы сами это все прекрасно понимаете. Поэтому, когда кто-то вас думает о строительстве дома, либо там купить уже готовое жилье на вторичном рынке, то, соответственно, вы, наверное, раз в 10 подумаете, как и что, все посчитаете, и потом уже примете решение. И, соответственно, если у вас денег не хватает, то вы даже об этом не думаете. Поэтому рынок недвижимости, он такой показатель здоровья и экономики. Здоровья в кавычках. В том плане, что если недвижимость активно покупают, если строят новые дома, то, значит, у людей достаточно денег. У людей деньги есть, они в достаточном количестве, потому что жилье стоит дорого. Вот в Америке средняя цена на дом 235 тысяч американских долларов. Поэтому даже с учетом того, что вроде в Америке там средняя зарплата 3 500 в месяц, но она средняя тоже, как, допустим, в России, там, в других странах. Кто-то получает миллион, кто-то получает тысячу в среднем. Вот столько вот. Поэтому много людей получает меньше, чем 3 500 долларов в месяц. Так вот в России, допустим, средняя 38 тысяч зарплата в рублях. Но многие получают меньше и гораздо меньше этой цифры. Поэтому тут получается, что если недвижимость покупают, дома строят, значит, экономика действительно развивается хорошо. Вот, допустим, если сравнивать с Россией, приведем аналогию, то в России, наоборот, строительный сектор в стагнации находится. Жилья покупают меньше. Новых домов строят мало по сравнению с докризисом, то есть до декабря 2014 года. Поэтому здесь как раз и получается, что ответ, он простой. Экономика вроде как вышла из рецессии, но очень так вяло и скромно. И рынок недвижимости показывает, что вроде кризис завершился, но при этом все равно ситуация такая нестабильная. То есть официально завершился кризис в России, но реально у нас экономика еще нездорова. И тут больной требует лечения. В Америке наоборот, а максимум за 10 лет. Соответственно, все очень неплохо. И поскольку два показателя, они коррелируют друг с другом, то здесь получается, что сегодня в 18 часов мы также можем увидеть хорошие данные. Плюс, что еще хотелось бы отметить, почему, допустим, такой высокий спрос на рынке недвижимости в США. Здесь помимо того, что у американцев есть деньги, здесь еще и риэлторы работают активно, потому что риэлторы предлагают своим клиентам покупать жилье сейчас. То есть у нас данные сегодня за ноябрь, за прошлый месяц, и значит риэлторы советовали, что берите сейчас в ноябре, потому что в декабре 13-го ФРС повысит ставку. Все об этом говорят. Соответственно, на 0.25 ФРС повышает ставку, и ипотека также дорожает на 0.25, а то ей может быть больше, там 0.3-0.35. То есть автоматом ипотека дорожает, примерно через неделю после повышения ставки Центробанка все коммерческие банки поднимают ставки. То есть вот неделя прошла, ровно сегодня как раз неделя, и получается, что сегодня в американских банках уже будут новые ставки по ипотеке, они будут выше. Соответственно, ипотека станет дороже, поэтому клиентам, риэлторы советуют, берите сейчас, пока ипотека подешевле. Поэтому тут тоже такой вот эффект, что до ФРС. И здесь получается, что значит? Здесь получается хороший да, но это хорошо для американского доллара. По рынку облигаций у нас спред Германии и США находится не на минимуме текущего месяца. Здесь динамика с начала декабря. Мы видели, спред снижался, потом отскок вверх. Но спред не на минимуме, но тем не менее он все равно снижается. Он снижается, при том, что пара выросла, поэтому если вот здесь все это суммировать, то получается пара забралась высоко. И текущие уровни, они интересны для того, чтобы пару продать. То есть текущий уровень 1.18.34, чтобы пару продать. И здесь ждать снижения к нижней по Боллинджеру на часовиках 1.18.01. Если смотреть непосредственно на IDX, то у нас часовки находятся во флете, как и дневки. Дневки, причем еще более узком на флете. 12. И здесь у нас получается, что сегодня в Азию была у нас дивергенция по RSI. Пара у нас сходила на максимум, при этом RSI на максимум не сходил. И здесь тоже сигнал получается вниз. Уже начали падать в предыдущий час. И я думаю, что падение продолжится. Поэтому сейчас уровень 1.18.34. Вон, интересно, чтобы нажать кнопку Sell. То есть продаем на текущей отметке. И цель 1.18. Вот такая цель. Внизу есть уровни поддержки 17.87, 17.24. Тут не знаю, может быть дойдем, может быть нет. Почему не знаю, потому что в принципе сегодня-завтра последние такие активные дни в этом году. На торговый, потому что уже в передержество катарическое в понедельник оно будет. И вы сами видите, что рынок уже вялый начинает такой вот быть. То есть уже в принципе на этой неделе мы не видим сильных движений. Все так достаточно скромно, спокойно. Хотя до праздников еще время есть. То есть уже как-то вот за неделю до каникул этих рождественских рынок уже спокойнее стал. Поэтому может быть даже и сильного падения и будет, допустим, ниже, чем 17.87. Но вот куда-то 18.01, 17.87. Я думаю, туда рынок сегодня сходит. Округлим до 18.01, до нижний по Боллинджеру на часовом графике. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, все вопросы по паре евро-доллара. И я на них с удовольствием отвечу. А пока пишите свои вопросы, мы тогда рассмотрим пару фунт-доллара. Здесь у нас тоже такой рынок в принципе вялый. И в принципе, если бы у нас было обычное время, то я думаю, что пара вчера падала у нас до 1.33.30. Я думаю, она бы упала еще сильнее. Она бы упала ниже, чем 1.33 и ушла куда-нибудь на 32.50. Но сейчас вот именно такой период до рождественских праздников остается рядней. И в принципе тот рынок пока уже, видимо, готовится к этим праздникам. И не хочет особо так вот сильно двигаться. Потому что спред Великобритании и США продолжает падать. На графике это линия синего цвета. Здесь вчера говорили о минимуме за 7 месяцев. Вчера уже новый минимум сделали там за 7.5 месяцев. Спред упал, причем упал сильно. И вчера тоже пара падала, но только дошла до 1.33.30. Потом сейчас отскочила вверх. Сейчас котировка 33.91. На мой взгляд, сейчас будет такая же ситуация, как и вчера. То есть вчера у нас как получилось? Открылся Лонон в 11 часов по Москве. Открылись на 33.97 и упали на 33.30. Сейчас примерно те же самые уровни. Сейчас 33.92 и до открытия Лонона 20 минут. Я думаю, что сейчас будет такой же сценарий, как и вчера. Открывается Лононон и начинает падать. Поскольку рынок не хочет сильно падать, то тогда округляем цель до вчерашнего минимума. 33.30. А туда шансы очень хорошие, чтобы упасть. Здесь, значит, у нас спред на минимуме и пара будет падать из-за этого. Плюс новости, которые мы сейчас рассмотрели. 18 часов по строительному сектору в Америке, по недвижимости. Они тоже хорошие для американского доллара. Поэтому здесь получается, что в целом для доллара все очень даже и неплохо. Поэтому здесь продаем, когда можно продавать. Можно, в принципе, и прямо сейчас. Не ждать Лондона, не ждать эти 20 минут. Продавать прямо сейчас 33.91 с целью 33.30. Можно подождать открытия Лондона. То есть мы завершим наш вебинар. Как раз откроется Лондон и в 11 часов продать. Также цель 33.30. Теперь следующая наша валютная пара. Пара доллар-японская иена. Здесь хорошая тенденция к росту. Тренд усиливается, восходящий. И тренд этот вызван по большей части даже не столько какими-то факторами непосредственно в доллар-иене, сколько американским фондовым рынком. Американский фондовый рынок тоже готов к новому рекорду. Вчера была небольшая коррекция, но ее выкупили и выкупают сейчас. По фьючерсу. И фьючерс движется вверх. Поэтому, если вчера позиции открывали по СНП с целью 2.710, надо их держать. Если без позиции, то по СНП хорошие сейчас уровни 2.690. Цель та же самая 2.710. Вчера, значит, что у нас было на повестке дня в Америке? Это подписание Сенатом налоговой реформы, которую Тренд поинициировал он, когда проводил в прошлом году предвыборную кампанию. Он заявил, что это его, скажем так, одна из основных задач на посту президента реализовать непосредственно уже вот эту самую налоговую реформу, налоговое стимулирование. И, соответственно, вчера Сенат это принял. Теперь уже дело за палатой представителей. И они тоже будут за это, значит, голосовать. То есть там у них получается такая вот двухуровневая система. Сначала Сенат, потом палат представителей, потом уже идет на подпись президенту. Как, допустим, в России. Сначала в Госдуме, потом в Госдуме передает Совет Федерации. Совет Федерации относит к президенту. Он подписывает. Здесь все то же самое. Поэтому первую часть они реализовали. Сенат подписал. Теперь палата представителей. И вчера помощник Трампа, фамилию забыл, уже заявил о том, что, возможно, даже до 1 января они все-таки подпишут. А Трамп уже сможет подписать. То есть вот вроде как шансы есть, что и палата представителей одобрит в максимально короткий срок. И также Трамп уже успеет это все дело подписать. Но пока еще точных сроков не обозначили. Но вчера, значит, что вчера было дело за Сенатом. Сенат свое дело сделал. Теперь к второму этапу все перешли. Поэтому тут получается, что для американского рынка это позитив. Потому что если бы Сенат не подписал, то дальше это бы дело не прошло. То есть Сенат, он, скажем так, первая такая инстанция, которая либо да, либо нет. Соответственно, если нет, то все, значит. Поэтому здесь дело движется дальше. Потихонечку все, как и планируют там, в Америке. Поэтому тут американский фондовый рынок идет вверх. И, соответственно, пара доллар-гена, которая с этим самым фондовым рынком коррелирует, тоже идет вверх. Спред США-Япония вчера вышел ни много ни мало, на минимум за 4 месяца. Как раз именно о том, что здесь получается, вот это самый Сенат одобрил, значит, непосредственно налоговую форму. И здесь резко послачили доходности по непосредственно американским государственным облигациям. Японские облигации доходность стояла на месте. Спред ширился, и спред на 4 месяца максимум тоже сильный такой показатель. Здесь на графике у нас спред США-Япония, линия синего цвета. Он резко пошел вверх и вчера, и сегодня. Сегодня в Азии рост продолжился, и пара тоже растет, но отсойдет. Поэтому ее еще можно догонять. Поэтому здесь получается, что надо покупать пару. Он сейчас обновил вчерашний максимум с 13.07. Сейчас котировку с 13.09 покупаем, и здесь у нас первая цель – это уровень сопротивления 113.43. Вторая цель – это 114.09. Вот две такие цели у нас на сегодня. Коллеги, я вижу ваши вопросы в чате, и сейчас на них отвечу. Мурат, благодарю вас за вопрос. Здесь вы, наверное, как раз и имеете в виду то, о чем я и сказал, что Сенат одобрил новую реформу, теперь будет голосование уже непосредственно в Палате представителей. То есть это не вот что повторное голосование. Сенат повторно голосовать не будет, он уже проголосовал, теперь Палата представителей. Это как у нас в России сначала в Госдуму голосует, потом в Совет Федерации, потом дальше на подпись без денег кто идет. Поэтому здесь вот такая вот ситуация. И, значит, что у нас в итоге получается. Здесь, я думаю, что даже если, допустим, они там в Палате представителей все это дело завернут, конгрессмены, то это дело, наверное, завернут не сегодня, не завтра, потому что там тоже все это дело такое небыстрое. Поэтому я думаю, что сегодня в целом все позитивно. Вчера проголосовали, это все очень здорово. И сейчас новости будут хорошие, поэтому именно сегодня, на мой взгляд, для доллара все позитивно складывается. А что касается, как они будут голосовать, я, честно говоря, не знаю, потому что здесь надо уже непосредственно находиться на месте событий, и уже тогда понимаешь, что происходит. Трамп нам что говорил? Трамп говорил, что если республиканцы все поддержат эту реформу, то, поскольку республиканцы в большинстве, то этого достаточно. А республиканцы Трампа поддержали, потому что, когда Трампа избрали, там даже в рядах республиканцев были как-то тоже такие настроения смешанные. Кто-то за него был, кто-то против него. И даже в рядах этой партии, где Трамп состоит, там у него не было такой вот весомой поддержки. То сейчас зимой, текущей зимой, Трамп уже поддержка заручился, все его поддерживают, республиканцы. И он заявил о том, что здесь, получается, значит, будет одобрение этого законопроекта, соответственно, все будет реализовано. То есть можно поверить ему на слово. Пока получается, что он действительно не обманул. Первый этап гумануания прошел, и за эту реформу проголосовали, то есть политики поддержали. Поэтому пока все так именно, как Трамп нам обозначал. Поэтому пока для доллара, для фонда рынка Америки все очень даже хорошо. Золото и нефть. Олег, дарю вас за вопрос. И про биткоин тоже, Сергей, дарю вас за вопрос. По золоту и нефти, смотрите, получается следующее. Золото я бы сейчас не трогал, потому что у нас здесь дневки так и не вышли. Восходящий тренд. Косточные таймфреймы в часовке вышли, но дневки не вышли. Я бы не трогал. Почему золото? Потому что золото с фондовым рынком торгуется в разных направлениях. Американский фондовый рынок готов к новым рекордам. И здесь получается, что у нас все для золота сомнительно. А вот что касается нефти, то для нефти здесь в принципе все позитивно. Мы вчера говорили, что она обновит максимум понедельника. Она его обновила. И сейчас тренд такой восходящий, как и срочно сохраняется. Тут и на EDX, на часовках, на четырех часовках вышли в тренд. И здесь для нефти пока еще во флете. Но вот в принципе такая же картина, что и с золотом. Но разница в том, что нефть, она у нас прямо коллерирует с американским фондовым рынком. Во-первых, золото обратную корреляцию имеет. Поэтому, поскольку американский рынок вверх для золота, это плохо, а для нефти хорошо. А второй момент. Сегодня новости были ночью. По американскому институту нефти. И здесь все новости хорошие. Запасы упали более чем на 5 миллионов баррелей. А сегодня новости 18.30. Соответственно, скорее всего, новости тоже будут хорошие. Потому что API нам показывает очень верно, какие запасы, что с ними случилось. Там расхождения крайне редко бывают. Обычно API говорит упали, минерги упали, выросли, выросли. Это бывает очень-очень редко, когда расходы данные. Поэтому для нефти сегодня новости хорошие. И корреляции все соблюдаются. И EDX тоже трендовый. Поэтому золота я бы не брал, а нефть очень хорошие сигналы сегодня. Краткосрочные ее купить. Бренд от уровня 63.43. Это поддержка. Сейчас отметка 63.50. То есть рядом. Поэтому можно ждать тестирования этой поддержки. 63.43 покупаем. И здесь у нас верхняя по Болинджеру часовках. 64.10. Вот там закрываемся. Вот такой сигнал по нефти. А золота лучше не трогать. Сергей, что касается Биткоина. По Биткоину, на мой взгляд, прошла небольшая коррекция. Здесь, если посмотреть, как Биткоин бурно рос и после бурного роста периодически по Биткоине случались коррекции. Здесь пока по Биткоину, я думаю, все по-прежнему актуально, чтобы на 20 тысяч сходить. И здесь пока ничего так сильно не изменилось. Сейчас котировка у нас 16500. Здесь Биткоин гуляет туда-сюда. Плюс-минус 1500. Когда вы торгуете Биткоином, то вы должны тоже быть к этому готовы. Потому что, когда Биткоин растет, то вроде этого никого не пугает, что он так сильно вырос на 1000, на 2, на 3, на 4 за один день. Это все вроде как нормально. Но при этом, когда он, допустим, снизился на 1000, на 1,5, на 2, здесь уже паника начинается. В принципе, поскольку Биткоин инструмент по большей части такой из воздуха придуманный, то, соответственно, он и сильно растет, и сильно падает. Поэтому тут надо быть к этому готовым. То есть, например, разница между Биткоином и тем же самым, допустим, S&P500 и той же самой нефтью, что это действительно реальные инструменты. Они имеют под собой реальную базу, и они так вот резко вверх не растут там в течение года в 20 раз, и также не падают. Поэтому тут это особенность такого инструмента. Соответственно, если инструмент предполагает, что можно там получить 100% за 2 недели, то значит, он предполагает, что может быть коррекция также процентов на 20 за один день. Здесь по Биткоину я бы на что ориентировался? Я бы ориентировался в том числе и на тот же самый американский фондовый индекс S&P500. Мы когда проводили вебинар в начале месяца, в начале декабря, по Биткоину как раз вебинар был приурочен к заплату фьючерсов на 7Е 18 декабря и так далее. И тогда у нас котировки были 12 300, и вот как раз тогда мы говорили, что надо держать 18, закрываться можно, то есть можно получить хороший профит. То есть покупать и держать Биткоин, и вот 18, 18 тысяч 400 у нас котировка на открытии, потом дальше вверх пошли 19 200. То есть, грубо говоря, на 6,5 тысяч за полмесяца выросли с момента того вебинара. И тогда как раз на этом вебинаре я показывал корреляцию S&P и Биткоин. Если вам интересно, можете вебинар посмотреть, видеозапись у нас есть на сайте. И там как раз корреляция показана, что они имеют хорошую прямую корреляцию. Почему? Потому что и Биткоины, и акции, которые входят в S&P 500, они являются рисковыми активами. То есть, когда в целом в мире все неплохо, то инвесторы, трейдеры, спекулянты покупают рисковые активы, и рисковые активы движутся вверх. Когда какая-то паника, все печально, то рисковые активы продают, и в том числе, значит, и Биткоин, и S&P пойдут вниз. Поэтому, когда пойдет вниз Биткоин, я думаю, что когда пойдет S&P вниз. Вот когда S&P сильно пойдет на коррекцию, то и Биткоин пойдет сильно также на коррекцию. Что касается S&P, то я думаю, как дело будет происходить. Я думаю, что S&P может на коррекцию сходить в начале января. Где-то вот там числа с 3-го, 4-го января, числа по 15-е, по 20-е. В первой половине января сходить на коррекцию. Но не такой сильный, о которой пишут многие средства массовой информации, что якобы S&P растет 9 лет, он должен упасть, рецессия в экономике. Я думаю, что вот прям такой сильный кризис на американском рынке акций будет не раньше, чем года через полтора. Почему? Потому что все кризисы на американском рынке акций, они возникали, когда доходности двухлетних американских облигаций была выше 10-летних. Сейчас такого нет. Сейчас 10-летний по проценту выше двухлетних. Вот когда будет наоборот ситуация, тогда будет кризис. Так было в 2007 году, когда доходность вышла вверх двухлетних. Так было в 2000 году, так было в 90-м году. Так было много раз. На сайте ФРС, если кому интересно, даже есть такой индикатор, как как раз вот эта разница, спред так называемый двухлетние и десятилетние американские облигации. И наложен график как раз именно кризисов, когда были в Америке. То есть, как только двухлетние были выше десятилетних, то в Америке всегда был кризис. На сайте ФРС это можно посмотреть, если кому интересно. Там статистика за последние 50 лет. Такой вот график очень интересный. Поэтому сейчас такого нет. Поэтому ждать, что прям кризис будет. Ну и что, 9 лет? Он еще уже год-полтора, допустим, через вот будет S&P, там лет 10-11 расти, тогда и кризис может быть. Поэтому прям вот так глобально пока все для S&P хорошо. Поэтому для рисковых активов все хорошо. А небольшая коррекция, процент на 3-4 от максимума по S&P. Допустим, с 200 год сходить на, там, допустим, 2,550 на 2,600. Это вполне реально в начале января. Поэтому я думаю, что вот сейчас S&P и биткоин еще подрастут, а в январе в первой половине они скорректируются и там, и там. Потом начнется новый рост. Допустим, по Америке какая может быть причина? Ну, скажут, что налоговую реформу начинают реализовывать. Плюс в январе будут отчеты американских компаний по итогам 2017 года. Отчеты тоже будут хорошие. Американский рынок на новый максимум. В январе ФРС ставку не повысит, потому что вроде как все ждут, соответственно, тоже вроде неплохо. По биткоину что могут придумать? Придумают, наверное, февраль месяц. Февральское событие – это фьючерс на бирже NASDAQ. Скажу, что вот смотрите, теперь помимо CME, помимо Чиракской биржи Global Markets, еще две сейчас биржи фьючерсы реализуют, будет третья американская NASDAQ. Смотрите, это все очень здорово. Биткоин – популярный инструмент и прочие разговоры, в общем, то есть, что все это очень здорово. Ну и на этом фоне еще новый рост. Ну вот какие-то такие придумывают для нас события, чтобы сделать новый максимум. Поэтому здесь вот как-то так. Поэтому я думаю, что и биткоин, и S&P подрастут еще, а потом в начале января будет падение по обоим инструментам. Коррекция. Потом новый будет рост. S&P, я думаю, 3000 в следующем году сделает. Биткоин тут, я не знаю, честно говоря. Тут может быть и 25 тысяч, может быть и 50 тысяч. Никто же не думал, что биткоин сделает 19 тысяч в декабре, но он сделал, поэтому кто его знает. Может быть и 50 тысяч. То есть, ну, насколько хватит у людей фантазии, столько они поднимут биткоин. Что касается рубля, Мурат, дарю вас вопрос. Вы знаете, по рублю, я думаю, что начинается падение российской валюты постепенно. И здесь, я думаю, что рубль, доллар, рубль начинает двигаться сначала на 60, а потом на 61. 61, я думаю, будет либо в конце января, либо в начале февраля. И здесь все связано с чем? Ну, связано с тем, что просто начинают продавать рублевые активы. Это видно уже по российскому фондовому рынку. Посмотрите на такой инструмент, как Сбербанк. Это основная российская акция. Она падает на этой неделе. Ее продают и в Москве на бирже, и в Лондоне на бирже. Начинают продавать потихонечку российские облигации. Начали с облигаций корпораций, потом и до УФЗ. Я думаю, что это просто коррекция. Коррекция с чем связана? С тем, что будут новогодние длительные такие каникулы до 9 января в России. И, видимо, не хотят брать риски для себя вот эти вот самые такие длинных праздников. И, по ясному числе, и санкции, и как они тут отразятся, непонятно. Никто еще толком не понимает. Вот эти новые санкции, которые в августе подписал Трамп, они должны стартовать то ли с 1 января, то ли с 1 февраля. Они тоже толком еще не решили, когда они это сделают. То есть 1 февраля точно. Может быть, даже 1 января. Уже некоторые санкции в отношении банков начали действовать 23 ноября. То есть уже они почти месяц действуют. В отношении того же Сбербанка и ВТБ крупнейших банков. Поэтому тут тоже люди боятся. Раз все выросло, раз вырос рубль. То есть посмотрите на график рубля, сколько он у нас был в начале этого года. Котировка у нас была 61.50, сейчас 58.70. Все равно, получается, рубль укрепился. А в течение года еще ниже ходил. Поэтому тут и по рублю рост, и по облигациям рост, и по акциям очень сильный рост. Сбербанк тут самый историческом максимуме был. И так давно, в этом месяце 233. То есть просто закрывают позиции, не хотят рисковать. Поэтому сейчас по рублю, я думаю, что вот так вот. Насколько это прям краткосрочно, затрудняюсь ответить. Я бы смотрел именно с прицелом до 1 февраля, вот на полтора месяца. Почему? Потому что сейчас рождественские каникулы, и тут непонятно. Будут сильные движения, не будет. Потом в России выходные, тоже непонятно тут, как все это будет. Поэтому прям вот сегодня-завтра я бы так не брал, потому что, ну, тут торговля уже завершается в этом году активная. Поэтому тут краткосрочно сложно что-то говорить. А вот к 1 февраля 61 или около него я вот вижу такой уровень. Уважаемые коллеги, благодарю вас всех за внимание. Также хотелось бы сделать небольшие объявления. Завтра у нас будет четверг, два вебинара. Значит, как обычно, в 10.30 обзор рынка и в 8 часов поговорим об особенностях краткосрочной торговли. Завтра именно поговорим о том, как торговать внутри дня в течение одного-двух дней. Какие индикаторы использовать, что с новостями делать, торговать, не торговать, какие новости торговать, какие корреляции использовать, то есть в какое время торговать, что нужно делать, целый день сидеть у монитора или все-таки пару часиков поторговать активных и все. То есть завтра такие вот вопросы мы все рассмотрим. Будет много интересных графиков и вот такой вебинар проведем. И на будущей неделе у нас тоже будут вебинары. Еще неделю у нас последнее в году остается. И два будет вебинара 28 декабря в четверг я проведу вебинар, как обычно. И 26-го вторника у нас будет специальный гость. 26-го вторника в 18 часов будет очень интересный вебинар и необычный вебинар. Такие вебинары у нас редко проходят. Гостью у нас будет финансовый советник Татьяна Леднова, директор компании Ford Capital. Она нам расскажет о финансовом планировании для трейдеров, для инвесторов. Будет такой очень интересный вебинар. Договорились мы с Татьяной провести такое вот выступление. И во вторник 26-го в 18 часов она как раз и вам расскажет много интересного о том, что такое финансовое планирование, для чего это необходимо. И много чего еще интересного она расскажет. Поэтому вот сразу заранее такой небольшой анонс, чтобы вы тоже себе планировали. выделите час времени во вторник в 18 часов по Москве. Часовой такой будет вебинар. Будет много интересной и новой для вас информации. Я и сам тоже с удовольствием послушаю. Поэтому всех вот так же приглашаю, в том числе и на этот вебинар. Вторник 26-го декабря. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар. Все анонсы я сделал. Благодарю всех за внимание. Всем успехов. И завтра я вас всех буду рад видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok